Приветствую вас. Ситуация заключается в том, что ребёнок два с половиной года в детском саду плачет, во-первых, а во-вторых, во-вторых, ни с кем не играет из-за детей. То есть она играет, получается, ну, сама собой, получается, она играет. Вот. Собственные родители это беспокоит достаточно сильно. Вот. Что, ну, что, в принципе, и понятно. Вот. И она, автор вопроса, собственно говоря, спрашивает. Что же делать? Вот. Смотрите. Какая здесь история. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд, как это в данном случае получается. На мой взгляд, то вы, я бы сказал, что довольно сильно, довольно серьезно привязаны к своей дочери, на мой взгляд. И у вас, ну, как мне кажется, есть некоторые сложности с, как бы, вот, опекой над ней. То есть вы говорите, вот, о дочери, да? Вы говорите о дочери. Вот. И о себе веб, так, ну, по сути, да, вот, в одном лице. Это, это, на мой взгляд, довольно серьезная проблема. Вот. Потому что, это говорит о том, что вы себя, вот, ну, не отделяете от ребенка. Вот, собственно, такой аспект, я бы, я бы здесь озвучил. Вот. Ну, в таком, в таком направлении я бы, эм, я бы подумал. Эм, я бы подумал над тем, эм, насколько ваша дочь, эм, привязана к вам. Эм, ну, эм, ну, привязываетесь к ребенку, да? Насколько вот вы за нее беспокоитесь, эм, ну, если беспокоитесь и так далее. Вот. То есть я бы как-то, вот, думаю, обратил бы ваше внимание на этот аспект. Он достаточно важный, кстати говоря, этот аспект. Вот. И, соответственно, если ребенок не самостоятельный, да, и если ребенок, вот, привязан к родителям, вот, то само собой, само собой разумеющееся, что он будет, так скажем, тяготить, эм, больше будет тяготить ко взрослым. Эм, когда, эм, происходит, эм, тяготение ко взрослым, вот, то, эм, подавляется, э, собственно, детская часть, да, то есть, то есть ребенок как-то становится слишком взрослым, вот, с детьми, с детьми, с детьми, э, становится, э, э, ему с детьми становится неинтересным, вот. И, в общем, в общем и целом, э, э, таким детям, э, вот, ну, по-по-по-по-м, э, довольно сложно устраивать взаимодействие с, э, ну, с людьми, вот, в чем, как-то, и заключается основная проблема. Эм, с точки зрения того, с точки зрения того, что, э, что делать, делаете вы, да, то есть, как бы, ну, с точки зрения связи, вот, с желаемыми ребенком, то, на мой взгляд, э, ситуация, ситуация здесь достаточно просто, простая, э, вот, ребенок, э, переносит, э, на вас, э, переносит на окружающий мир, простите, э, э, у вас все тревожно, то есть, вот вы, э, в принципе, уже, э, на мой взгляд, вы даете этот аспект, да, аспект того, что, ну, того, что вы тревожны, вот, вы, кто вот в этом смысле, ну, себя, себя проявляет в таком ключе, вот. э, э, и, соответственно, э, э, если, э, если вы тревожны, то ребенок будет, э, естественно, э, отвечать вам той же самой, той же самой реакцией. То есть он будет думать, что окружающий мир ему угрожал. Это можно корректировать, если поработать например с вашей привозностью, ну вашей личной привозностью. Тогда ситуация может нормализоваться. А сейчас конечно будут такие проблемы. Только как бы естественно к сожалению. Вот как-то так, такой ответ я хотел бы вам дать. То есть это не нормально, это результат взаимодействия ребенка с тревогой. Вот. К сожалению. Это корректируется, но корректируется в первую очередь через работу с вами. Вот. Ни в коем случае не через ребенка. Вот. Потому что, ну, для ребенка это может быть во-первых естественно. Вот. Вот. Во-вторых если вы заострите внимание, ну ее на этом, вот, то можете в принципе сделать только хуже. То есть она будет думать, что с ней что-то не так. Ну, ну например. Как вариант, как вариант. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволю вам нажать. Работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращаться.